Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Фильтрация в чане. Перекачка затора в фильтрационный чан и последующее осаждение нерастворенных частиц затора являются первыми фазами фильтрационного процесса. Прежде чем начнется перекачка, в чан следует ввести снизу горячую воду, чтобы прогреть дно и устранить воздух из пространства под фильтрационным ситом. Уже при закачке затора в чан могут возникнуть помехи, которые оказывают отрицательное влияние на фильтрацию. Так, одной из проблем является то, что скорость истечения затора по трубопроводу равна от 2 до 4 метров в секунду. Однако при свободном стоке эта скорость может достигать величины от 6 до 10 метров в секунду. При этом возникают центробежные силы, которые действуют при этих скоростях. И эти центробежные силы могут стать причиной отделения оболочки от более легких частиц. И тем самым причиной неравномерного распределения фильтрующего слоя. Поэтому затора заставляют падать на перегородке, чтобы его скорость уменьшилась и быстрее установился уровень. В практике затора обычно тот час после перекачки разрыхляют, чтобы слой выровнялся. После этого поднимают разрыхлитель. При пребывании заторов в покое нерастворенные частицы постепенно осаждаются. Преимуществом фильтрационного чана является то, что осаждение в нем протекает естественно без вмешательства извне. Более тяжелые частицы, такие как оболочка с остатками эндосперма, крупка, большие комки мути, быстро опадают на дно. И несколько минут образуют относительно высокий фильтрующий слой. Над этим слоем осаждаются легкие частицы, тонкие частицы оболочки, нерастворенные частицы эндоспермы, остатки пленок из аллеронового слоя, зародышевые листки и набухшие комья высокомолекулярных белков, которые образуют слой грубой суспензии. Этот слой тестообразный, плохо проходимый, в зависимости от расположения в дробине, более или менее затрудняет фильтрацию. Над этим слоем осаждается только тонкие суспензии, так называемое тесто, состоящее преимущественно из коагулированных белков. Тонкая суспензия является наиболее легкой нерастворимой частью затора. Из-за своего небольшого количества и специфического состава она не имеет такого существенного влияния на фильтрацию, как грубые суспензии. На осаждение частиц затора оказывает влияние механический состав дробины, температура и густота затора. При более высоких температурах осаждение происходит быстрее, у более густых заторов с высокой вязкостью медленнее. На экране представлены диаграммы, из которых видна зависимость скорости осаждения частиц от качества солодов и их помола. В технической литературе осаждение часто называется седиментацией. Спуск первого сусла. Задачей фильтрации является отделение возможно коротких срок сусла от нерастворенных частиц солода дробины. Сусло должно спускаться прозрачным. Перешедшие в сусло суспензии коагулированных белков, частиц оболочки и так далее могут стать причиной плохого осветления пива и возникновения помутнений. Ухудшают брук сусла и вкус пива. Собственно, фильтрация начинается обычно после получасового периода покоя, когда оболочка и крупные частицы дробины и большая часть обеих слоев суспензии полностью осели. Экстракт в сусле и фильтрующем слое практически уравнялся. Прозрачное сусло, слой дробины и жидкость под фильтрационным ситом находятся в равновесном состоянии. Различно действует и в глубоком слое только гидростатическое давление. В некоторых современных способах фильтрации время периода покоя сокращается и лед полностью опускается. При пропуске кранов и начале процесса фильтрации в равновесии жидкостей над слоем дробины и под фильтрационным ситом происходят существенные изменения. При прохождении сусла через дробину захватываются и перемещаются в основном тонкие частицы суспензии. И тем самым постепенно снижается проходимость фильтрующего слоя. Кроме того, дробина сначала облегченная жидкостью в процессе фильтрации прилегает в зависимости от интенсивности стока более или менее плотно к фильтрационному ситу, забивает отверстие в сите и тем самым снижает его пропускную способность. По якобу дробина и при нормальной фильтрации так плотно прилегает ко дну, что для свободного прохождения остается едва ли 1% от общей поверхности фильтрационного сита. Действительная проходимость является только частью теоретической возможности. На 1 квадратный метр фильтрующей поверхности при нормальном количестве отверстий приходится около 60 квадратных сантиметров живого сечения, через которое теоретически могло бы протечь 265 литров в секунду. Якоб рассчитывает на один кран с фильтрующей поверхности 1,25 квадратных метра истечения 0,1 литр в секунду. Только в особо благоприятных условиях может быть достигнуто истечение в 0,2 литра в секунду. Следовательно с учетом этого при 20 кранах истечения сусла колебалось бы в пределах от 72 до 144 гектолитров в час. На ход фильтрации влияют свойства сусла. Состав фильтрующего слоя и способ фильтрации. Наиболее экстрактивное сусло более вязко и поэтому стекает медленнее. Якоб изучал вязкость при 75 градусах и определил следующие величины. По люверсу при повышении температуры на 1 градус Цельсия вязкость снижается на 0,2%. Следовательно, чем горячее сусло, тем лучше оно фильтруется. По данным того же автора, при фильтрации PH должен быть в пределах от 5,75 до 5,5. Химический состав сусла также влияет на скорость фильтрации. Трудности вызывают главным образом очень вязкие амиланы. Однако и другие вещества, такие как декстрины и белки могут замедлить фильтрацию. Небольшие отклонения температуры и состава сусла не имеют значения. На формирование и фильтрующую способность слоя дробины влияют механический состав дробленого солода, качество солода и распределение слоя дробины на фильтрационном сите. Особенно важен состав дробленого солода, который должен соответствовать используемому технологическому оборудованию. Грубый помол имеет больший объем, поэтому образуя более высокий и более проходимый фильтрующий слой, чем тонкий помол. Хорошо растворенные солода имеют меньшую плотность, их оболочка лучше размалывается, оставаясь в виде крупных частиц и облегчает фильтрацию. Солода короткого вращения наоборот плохо дробятся, оболочка излишне измельчается и на ней остаются частицы энтосперма. Кроме того, доля крупки и тяжелых частиц в помоле из солодов короткого вращения больше. И дробины из них образуют более компактный и как следствие менее проходимый слой. Свежеприготовленные солода или солода с очень низкой влажностью при дроблении слишком измельчаются. Дробина из таких солодов содержит большую долю муки, которая засоряет каналы в фильтрующем слое и затрудняет фильтрацию. Трудности при фильтрации возникают и в том случае, если слой дробины распределен неравномерно и слишком высокий или низкий, если оболочка смещена к краю чана и отдельные частицы дробины неравномерно разделены. Слишком быстрый сток сусла в начале фильтрации и тем самым повышенное всасывание отдельных кранов ведет к тому, что дробина прилегает к фильтрационному ситу и затрудняет фильтрацию. Неправильные операции с разрыхлителем, главным образом перемешивания дробины с суспензиями из-за преждевременного разрезания слоя дробины могут привести к забивке каналов и замедлить фильтрацию. Поговорим о практике фильтрования. Во время периода покоя сусла медленно образует брух. Суспензии осаждаются. Поверхность сусла темнеет и приобретает почти черный цвет. Хороший брух свидетельствует о хорошем качестве перерабатываемого солода и о правильно проведенном осахаривании. Такое сусло обычно стекает быстро и при фильтрации не бывает трудностей. Если суспензии осаждаются медленно и брух недостаточный, то поверхность сусла имеет красно-коричневый цвет и фильтрации должно уделяться особое внимание. Причиной этого чаще всего бывают недостаточно растворенные солода. Фильтрацию начинают с так называемого пропуска кранов. Обычно два соседних крана несколько раз попеременно открывают и закрывают. Таким образом постепенно открывают все краны. Это делается для того, чтобы осадки поднялись и быстрым оттоком попали в отпадные трубки. Затем ждут пока сусло отстоится. Мутное сусло центробежным насосом снова перекачивают в чан. Выход трубы, подводящий мутное сусло, должен быть выведен в крышку чана так, чтобы поступающее сусло не нарушало слой дробины. Если перед перекачкой затора под фильтрационное сито была впущена вода, под него проникает не слишком большое количество осадка и все пространство при пропуске кранов быстро очищается. После осветления краны закрывают и ожидают пока мутное сусло будет перекачано. И только после этого краны открывают и сток из лотка переключают на сусловарочный котел. Сначала необходимо контролировать прозрачность сусла у каждого крана и только после выравнивания прозрачности установить сток отдельных кранов на требуемую скорость истечения. Сусло, называемое первым, должно стекать быстро и с сильным блеском. Правильная регулировка истечения фильтрационных кранов затруднительно. По Леберле фильтрация в чане управляется определенным принципом непрерывности и представляет собой медленно изменяющееся равновесное состояние, которое определяет количество сусла, протекающие через фильтрационный слой и истекающего из лотка в сусловарочный котел. При нарушении этого соотношения фильтрация затрудняется. При чрезмерном открывании кранов, когда в котел стекает сусло больше, чем может пропустить слой дробины, происходит засасывание. Дробина прилегает к фильтрационному ситу, тесто засасывается в слой дробины, забивает каналы и фильтрация становится невозможной. Следовательно, необходимо в начале фильтрации поступать очень осторожно, чтобы сток проходил правильно. Соотношение давления при фильтрации изменяется как в слое дробины, так и под фильтрационным ситом. Оно зависит от многих факторов. Истечение из кранов должно быть отрегулировано так, чтобы первое сусло стекало без необходимости применения разрыхлительного механизма. Некоторые фильтрационные батареи снабжены приспособлением у каждого фильтрационного крана для постоянного контроля степени осахаривания стекающего сусла. Однако это устройство применяется только при выщелачивании дробины. Обычно контролируется только прозрачность стекающего сусла. Если сусло из какого-либо крана стекает мутным, то этот кран прикрывают до меньшего истечения, но не закрывают полностью. Стекание первого сусла заканчивается через полтора-два часа. Однако иногда оно продолжается дольше. Если первое сусло стекает слишком медленно включают разрыхлитель и слой теста и мути проникает на глубину 10 сантиметров. За положением разрыхлителя нужно следить по указателю. Ножи должны быть расположены в направлении движения, на расстоянии 20 сантиметров один от другого. При меньшем расстоянии они откидывают дробину. Поскольку ножи на другом плече взаимно не совпадают, то разрыхлительный механизм прорезает в дробине борозды на расстоянии 10 сантиметров. При прорезании дробины ход разрыхлителя медленный около 1-2 оборота в минуту. Обычно достаточно, если механизм дважды пройдет через слой 2 оборота в минуту. Иногда разрыхлительный механизм запускают глубже на 10 сантиметров от сита, чтобы внизу остался ненарушенный фильтрационный слой. Если этого недостаточно, то механизм следует опускать до самого дна, чтобы соскоблить слой дробины. При очень медленном вращении разрыхлителя фильтрация не должна прерываться. Сусло мутнеет незначительно и после подъема разрыхлительного механизма быстро становится прозрачным. Если первое сусло стекает очень плохо, то дробину надо полностью перемешать. Первоначально это делали грибком. Позже для этих целей было приспособлено одно плечо разрыхлителя. В современных аппаратах в этих случаях разрыхлитель включают со скоростью, предназначенный для выгрузки дробины. Слой основательно перемешивают, оставляют в покое и потом снова проводят пропуск кранов, как в начале фильтрации. Перемешивание дробины с мутью и тестом ухудшает фильтрующую способность дробины. И поэтому, если в этом нет крайней необходимости, то лучше избегать этой операции. Автоматические или центральные способы фильтрации, о которых упоминалось ранее, несколько облегчают фильтрацию. Введением приемника и регулировка истечения с помощью одного крана уменьшается опасность прилипания дробины к ситу и засасывание теста в фильтрующий слой. Однако практическое использование этого устройства, дополненного рядом измерительных контрольных приборов, проблематично, так как при фильтрации в каждой варке имеют место свои факторы, которые следует учитывать. При изучении автоматической фильтрации применяли некоторые элементы автоматизации. И был разработан проект фильтрационного автомата, который должен был регулировать под фильтрационным ситом сток сусла и контролировать его прозрачность. Схемы и функции этого устройства представлены на экране. При испытании этого устройства в полузаводском масштабе были получены удовлетворительные результаты. Декантация сусла. Фильтрацию можно ускорить, проводя осаждение и осветление сусла вблизи поверхности, откуда декантируют прозрачное сусло. Обычно на поверхность спускают поплавковое устройство, которое удерживает устье от водящей трубки на уровне 5 сантиметров под поверхностью. Трубку наклоняют с помощью шарнирного механизма в зависимости от того, как снижается уровень. При пуске трубка вначале наполняется водой и переключением трехходового крана высасывается сусло. Сусло стекает в лоток или прямо в котел. В некоторых фильтрационных системах оно стекает одновременно с суслом, проходящим через слой дробины в общий приемник. Спуск для декантируемого сусла имеет смотровое стекло или другое устройство, через которое контролируют прозрачность сусла. В некоторых системах сусло декантируют через горизонтальное отверстие в цилиндрической части чана. И его сток регулируют специальным устройством. Или же спуск проводят через полый вал разрыхлительного механизма в центре чана. При хорошей работе этих устройств сверху можно декантировать до одной трети общего объема сусла. Против декантации сусла имеются различные возражения. Главным образом указывается на то, что при декантации часто захватывается и муть, которая недостаточно осела, а вместе с ней также и легкие частицы, плавающие по поверхности, шелуха, зародушевые листки, частицы эндосперма. Для предотвращения захватывания крупных частиц в устье трубки вкладывают сито. Однако оно забивается и возникают новые трудности. Предполагается также, что при прохождении первого сусла через слой дробины выщелачиваются некоторые вещества, важные для вкуса и пенности пива. И поэтому предпочитают фильтрацию через дробину. Выщелачивание дробины и фильтрация промывных вод. Воды, использованные путем пропуска их через слой дробины для ее выщелачивания, то есть для извлечения экстракта, оставшегося в дробине, называются промывными водами. Фильтрация промывных вод протекает при иных условиях, чем фильтрация первого сусла. Осахаривание промывных вод при фильтрации постепенно снижается, дробина выщелачивается и изменяется ее консистенция. Солодовый экстракт задерживается в дробине с одной стороны на поверхности частиц, с другой внутри частиц. Оболочка задерживает на 100 грамм сухого остатка 200-300 грамм раствора, а плотные осадки от 400 до 500 грамм. Чем помол мельче, то есть его частицы меньше, тем больше дробина задерживает экстракта. Сусло, задержавшееся в дробине, не опускается на дно, поскольку на него действует сцепление, адгезия, и внутри молекулярные силы притяжения, когезия, которые задерживают экстракт. Принимая во внимание требования к качеству, этот экстракт нельзя получать прессованием или центрифугированием, а предпочтительно выщелачивать экстракт водой. Экстракт диффундируют в воду со скоростью, зависящей от адгезии и когезии. Известно, что промывные воды должны стекать прозрачными и быстро, чтобы оболочка не соприкасалась слишком долго с водой. Дробина должна выщелачиваться так, чтобы в сусло поступал только ценный экстракт и при том в таком разбавлении, которое из-за необходимости выпаривать избыточную воду было бы еще и экономично. Промывные воды стекают быстрее, чем сусло, поскольку они более разбавлены и менее вязки. Однако они не должны стекать слишком быстро, так как для диффузии экстракт требуется определенное время. Диффузия ускоряется движением и поэтому оправдано перекапывание дробины, применяемое на практике. Экстракт выщелачивается быстрее чистой водой и поэтому важно, чтобы при этом вода поступала на поверхность сусла и не перемешивалась с экстрактом. Вода с меньшей плотностью остается на поверхности и потом проходит через дробину, слой которой внизу становится все более рыхлым. Поскольку механический состав дробины в слое над фильтрационным ситом не бывает одинаковый, то из отдельных фильтрационных кранов промывные воды стекают с разной степенью осахаривания. Через слой оболочки вода протекает быстрее и выщелачивает меньше экстракта, а там где дробина смешана с осадком, она протекает медленнее и промывные воды содержат больше экстракта. Физическое и главным образом химическое влияние процесса фильтрации при выщелачивании дробины проявляется гораздо ярче, чем при фильтрации сусла. Разбавляя постепенно промывные воды, изменяют условия для растворения отдельных компонентов, азотистых соединений, сахаридов, дубильных веществ, цветных и минеральных веществ. Важен и химический состав выщелачивающей воды. Карбонатные воды повышают растворимость общего азота и особенно фракции осаждаемой сульфатом магния. Усиливают растворение полифенольных, дубильных и горьких веществ из оболочки. То есть всех компонентов с неблагоприятным влиянием на стойкость, вкус и цвет пива. PH также влияет на выщелачивание дробины. Разница в составе первого сусла и промывных вод ясно видна из данных, полученных при изучении фильтрации в ПВС в бронике. По люверсу первые фракции промывных вод имеют PH около 5,83, а последние 6,49. А при работе с неподходящей водой и выше. При PH больше 6 возрастает растворимость осаждаемых белков, при низком падает. Высокий PH стимулирует выщелачивание кремниевой кислоты и окисление дубильных веществ. Промывные воды обычно повышают долю высокомолекулярных азотистых веществ, которые в результате инактивации протиолитических ферментов при высокой температуре выщелачивающей воды не могут дальше расщепляться. Учитывая приведенное отрицательное влияние нельзя излишне увеличивать объем промывной воды. Испытывался также способ, обеспечивающий улучшение качества промывных вод. Например, добавкой активированного угля для ад, сорбции веществ, ухудшающих вкус, цвет, стойкость пива. Однако на практике такие способы не нашли широкого применения. Практика выщелачивания. После спуска первого сусла фильтрующий слой дробины становится компактнее. Муть забивает тонкие каналы и образует вместе с тестом непроходимый слой на поверхности дробины. Поэтому дробину следует разрыхлить, слой осадка разрезать и тем самым подготовить в воде доступ к отдельным частицам дробины. При выщелачивании дробины все чаще используют новые данные об условии диффузии экстракта, о вреде аэрации дробины и так далее. И поэтому на этом участке технологический процесс сильно меняется. Раньше первое сусло спускали до суха, потом дробину несколько раз тщательно перемешивали, переслаивали с водой и после пропуска кранов спускали первую промывную воду. Этот процесс повторяли до четырех раз. Он был трудоемкий и промывные воды не всегда стекали прозрачными. Позже начали поступать другим образом. Первое сусло спускали до тех пор, пока не обнажится дробина. Потом фильтрационные краны перекрывали и дробину орошали водой. Движение растительного устройства должно быть медленным, чтобы вода равномерно распределялась и не слишком перемешивалась с экстрактом. Температура воды не должна превышать 80 градусов Цельсия, чтобы не выщелачивались остатки неосахаренного крахмала, которые в котле уже не осахарены. Одновременно в действие приводится разрыхлитель и прорезается верхний слой дробины на глубину 10-15 сантиметров. Положение разрыхлительного механизма высота ножей над фильтрационным ситом контролируется на указателе, а у фильтрационных кранов контролируется прозрачность стекающих промывных вод. И краны с мутными промывными водами прикрываются или закрываются полностью. После прорезывания верхнего слоя дробины разрыхлительный механизм останавливается и поднимается. Закрытые фильтрационные краны снова открываются. Ороситель продолжает находиться в действии. Подача воды регулируется так, что она соответствует стоку. И над дробиной удерживается слой воды высотой 10-15 сантиметров, который спускается при истекании последних промывных вод. Контроль за выщелачиванием дробины требует определенного опыта. Проходимость дробины не во всем слое одинакова. В некоторых местах промывные воды протекают быстрее и бывают прозрачны. В некоторых осветление продолжается дольше. В зависимости от этого должно регулироваться истечение отдельных кранов. Краны, из которых вытекают мутные промывные воды, должны прикрываться. Однако даже тогда, когда вытекают прозрачные промывные воды, не должна быть превышена определенная граница. Поскольку при быстром прохождении выщелачивание дробины менее совершенно. На практике осахаривание обычно определяют по цвету стекающих промывных вод, однако это не совсем точно. Регулировка стока в зависимости от степени осахаривания тоже имеет свои недостатки и часто удлиняет процесс фильтрации. При фильтрации промывных вод хорошо оправдали себя способы центральной фильтрации, которые автоматически выравнивают концентрацию стекающих промывных вод. Если при фильтрации промывных вод поступать осторожно, то их следует спускать после одного прорезывания слоя дробины. Если же промывные воды стекают медленно, весь процесс следует повторить, иногда спустить разрыхлитель прямо на фильтрационное сито и соскоблить прилипшую дробину. Если у ножей подходящая конструкция и движение разрыхлителя медленное, эту операцию можно проводить не прерывая фильтрации. Слой дробины, прилипший к ситу, можно поднять и другим образом. Под фильтрационное сито ввести воду или пар. Однако эта операция не очень эффективна, так как слой дробины поднимается неравномерно и быстро падает. В особо трудных случаях фильтрацию прерывают. Слой дробины полностью перемешивают и снова пропускают краны. Для напуска воды на поверхность сусла вместо оросителя иногда используют поплавок Гоффмана. Горячая вода, как более легкая, остается на поверхности, медленно проходит через дробину и вытесняет сусла. Поплавок Гоффмана – это тарелка с отверстиями, с несколькими перепадами, поддерживаемая на поверхности четырьмя поплавками. В центр тарелки поступает вода, которая через отверстие перепада стекает, не возмущая поверхности. При полном перемешивании дробины поплавок необходимо извлекать из чана, что является недостатком этого способа. Фильтрационные чаны новых конструкций имеют на плечах разрыхлителя лоток, в который поступает промывная вода. Конструкция разрыхлителей ножей и скорость его движения подобраны так, что движения разрыхлителей и подачи воды постоянны при непрерывной фильтрации. Постоянным рыхлением дробины ускоряется диффузия экстракта и сокращается время выщелачивания. Дробину следует выщелачивать основательно в самое короткое время и с наименьшим количеством воды. Промывные воды главным образом последние ухудшают качество пива, и поэтому при производстве высококачественных сортов пива выщелачивание прерывается в тот момент, когда содержание экстракта в промывной воде составляет 1-1,5%, а иногда и больше. В обычном пиве промывные воды имеют экстрактивность около 0,5%. Спуск более разбавленных промывных вод не экономичен. Выпаривание избыточной воды трудоемко и не компенсируется стоимостью полученного экстракта. В настоящее время воду, оставшуюся после окончания промывки дробины, иногда вместе с последними промывными водами используют в качестве заторной воды для следующей варки. Выщелачивание дробины продолжается 1,5-2,5 часа. Используя фильтрационное оборудование подходящей конструкции. Это время можно существенно сократить. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok